Я хочу говорить с вами о жертве. Это, на мой взгляд, жертва упорис это основание всего потому что, когда Господь решил окончательно решить проблему нашего спасения он не просто послал евангелистов или еще что-то он взял честь себя явил себя в сыне пережил все, что мы можем пережить чтобы понять что для нас самое ценное и то, что нам тяжелее всего отдать потом взял все это и пошел на креста и принес там самую самую совершенную самую тяжелую самую болезненную жертву, которая вообще может быть в истории человечества и во вселенной я не знаю я не знаю я не знаю я думаю что не один человек на земле который переживал какие-то физические страдания и духовные страдания и душевные страдания он не знает что это такое почему потому что Господь он создал человека чтобы с ним общаться чтобы иметь радость и на протяжении четырех тысяч лет он сражался с дьяволом за свое творение и я думаю самая большая его боль было то, что завет заключается но еще нужно проделать колоссальную работу чтобы донести до творения что это для него самая драгоценная это невозможно посчитать деньгами это невозможно посчитать нашим временем потому что мы по-человечески вот этой мудростью человеческой бесовской глазах дьявола мы не стоим того, что сделает для нас Иисус когда пришел ват дьявол он сначала радовался потому что все, 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 все грехи в пилис сына Божьего но написано что святой мой не увидит линия победа Иисуса Христа заключается в том что дьявол он потерял просто ориентир он был растерян не потому что Иисус не умер не весь таблиц когда Иисус не бут у него возникал вопрос что ты так ценишь человеку что ты немногим умалил его перед кем он был ангел перед ангелами существо которое Люцифер в его глазах высшее творение Божье в глазах Люцифера был опозорен перед человеком которого он загнал уже просто в эти проклятия и был опозорен Господом потому что не просто он умер за них а он им сказал что человек из крови и плоти который в болезнях который сегодня в кровавом поту зарабатывает себе на хлеб который рожает в болезнях детей своих которому холодно которому жарко которому хочется кушать пить и все остальное а казался ценнее чем все ангели и Бог лично пришел решать проблемы человека и когда я говорю о финансовой жертве я продолжу ту тему которую говорил Андрей нам нужна мудрость нам более всего необходима мудрость вы знаете благословение без мудрости Господней это временная милость невозможно на временной милости построить капитал понимаете есть разница между социальной помощи и иметь финансы и распоряжаться ими если посмотреть как бы в корень неизвестно кому больше повезло человек получающий социальную помощь он ничего не дает он берет он имеет право Господь сказал я буду о вас заботиться Господь сказал я сираху в довод заботиться особенно он сказал что даже если младенца мати ставит я не оставлю и сегодня вся социальная система она была построена на Библии ее построила церковь столетиями заботилась о тех кто остался за чертой может быть они не заработали и ничего не вложили но Господь заботится о них но смотрите какой момент это не наше обитование почему потому что на кресте наша нищета она преобразилась в наше богатство и через Крестису Креста Крестус говорит Крестус что мы станем царственным священством мы часто спрашиваем как нас судьба твоя судьба во Христе это стать царственным священством я хочу я хочу чтобы мы открыли сай 61 глава это не просто откровение это откровение которое которое однажды это это откровение как венреиз вот просто епископ Тишинка просто за чаем он высвободил эту мысль она еще не была оформлена ни в проповедь ни в книгу это была просто мысль и эта мысль она как будто в моей голове зашгла лампочку есть призвание у христианина написано что Иисус был первой священником по чину Милхиседека мы христиани маленькие христоси мы священники богов священником и приходят в церковь и отходят у драудзи клюстут сакумом как первензиму шеи мази мази потом написано мы будем отраками потом мы будем юношами потом мы становимся отцами и и в конце концов каждый из нас должен стать царственным священством это наша судьба и смотрите что говорит Господь отцарственным священством и его образе жизнь я говорю это потому что сегодня может быть ты еще живешь на социальную помощь но как только ты получишь откровение от что ты маленький Христос Христос во мне Христос был сыном Божьем и я ребенок Божий и моя судьба даже если я сирот даже если я вдава даже если сегодня я болен умственная болен моя судьба стать царственным священством и сейчас когда мы будем читать эту главу я хочу чтобы все слова которые здесь написаны они написаны к тебе написано что Дух Господа Бога на мне ибо Господь помазал меня благо вествовать нищим послал меня послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение и узникам открытий темнице смотри господь через саю говорит он знает что ты в таком состоянии он знает что ты нищий он знает что ты нуждаешься что ты болен что может быть ты уже маленький маленький в своих глазах но он говорит дух Господа Бога когда он на тебе у тебя есть помазание у тебя есть способность изменить это через Духа Святого и смотрите что дальше происходит и после того как вот этот процесс это то чем говорил Андрей когда ты растешь когда ты почитаешь пастера как учителя ты находишься в школе ты принимаешь ученицу со Христа оно становится тобой твоя жизнь не может не измениться и Господь говорит и Господь говорит а вы шестой стих сестая панта а вы будете называться священниками Господа служительами Бога нашего будут именовать вас и вот сейчас это слово к тебе будете пользоваться достоянием народа и славиться славой их вы будете пользоваться достоянием народа и славиться славой их это высшая степень богатства когда тебе приносят как Иисусу Христу пришли волхвы и принесли золота серебру мирну ладан благовония почему потому что он был священником Бога но нужна жертва но Вы знаете, написано, не обманывайтесь, Бога по руганиям не бывает, это не лата энергия, там нельзя обойти, зайти, придумать какие-то ходы, есть четкая схема, и одна из честей, кроме всех духовных вещей, это финансы, вдове пришел Илья, ничего не было, не знаю, сколько той муки было, сколько там того Илья было, но она собиралась умирать, вы знаете, как бы нам тяжело не было, мы пока умирать не собираемся, а ей было так тяжело, что она собиралась умирать, и к ней пришел взрослый мужик, который требовал с нее последнее, но она видела не взрослого мужика, она видела человеку, дух Господа Бога, который был на нем, и он помазан и был, решить ее проблему, и она отдала ему последнее, потому что она знала, что это механизм, который работает, и самое интересное, что, мало того, что она не умирла, даже когда ее сын потом заболел, и случились неприятные вещи, это работало, вы знаете, я просто засвидетельствую, чтобы мы понимали, о чем идет речь, это не пустые слова, в церкви нашего поместного епископа на Украине, была девочка, я не есть сейчас, у нее церебральные паралиицы, когда человек вывернуты кости, он не может ходить, он не держит рот, это инвалид, и она сказала, я отсюда, никуда не уйду, и она, ее посадили на вакте работать в церкви, вывернуты руки, вывернуты ноги, изгресты руки, изгресты каиши, вид такой, что хочет запрестать вернуться, и не смотреть, но она там была, и вы знаете, три года мы служили, и она наблюдала за вот этой девочкой, ну девушкой сейчас 20 лет, когда ты видишь, как человек прибывает в церкви, как Бог меняет его тело, как Бог меняет его сознание, я видела, как она начала мыть полы, когда она не могла нормально ходить, как она из своего кошелька, когда приезжали по мазаники, когда призвали к зеркви, вытряхивала последнее, человек инвалид, на что рассчитывать, если я могу завтра пойти там, не знаю, что совершено, кто это сделать, если вообще негде заработать, заработаю хотя бы там евро и куплю на него хлеба, она не может этого сделать, ее нигде не ждут, вы не можете видеть, что она церкви зарабатывала, она в этой церкви оставила, И вы знаете, сегодня, прошло три года, она ходит, она немного хромает, она занимается журналистикой, она служит служении пастера, как масс-медиа. Сегодня ее свидетельство на одном из каналах области увидела, в Запорожской области я даже не знаю, сколько миллионов, много миллионов. И каждый раз, когда она мне что-то пишет в Facebook, я просто вспоминаю, что это, для меня это не просто чудо. Это реальное подтверждение того, что Господь сделает из нее царственное священство. Я знаю, что пройдет еще какое-то время, и она не будет хромает. И она выйдет замуж, и у нее будут дети, и она будет иметь и машины, и квартиры, и богатство, потому что Господь нам это обещает. Он знает, какие мы. Знаете, иногда мы думаем, бог, ты что не видишь, я хочу пожертвовать, но я не могу. А Господь говорит, ты что не видишь, что я вижу, что я хочу тебе дать еще больше. Я хочу дать, что я хочу дать, но я не могу. Я хочу дать вам, что ты не видишь, что ты видишь, что ты не можешь, да ты не можешь. Знаете, если мы однажды просто прислушаемся к тому, что не мы говорим богу. А он говорит, нет, мы будем удивлены, что Бог вообще не смотрит на нас так, как мы смотрим сами на себя, поэтому и написано, потому что то, что ты видишь себе недостатки, то, что ты видишь себя недостатки, это взгляда дьявола на тебя, а Бог на тебя так не смотрит, Вы знаете, я родилась очень, ну, как бы мне семья не бедная, да, но я попал в такие обстоятельства очень бедная, но я вижу сегодня свое благословение, я знаю, где я была, и я знаю, где я сегодня, и для меня это чудо, и это чудо, что произошло, реально, за шесть лет, шесть лет назад, я пришла к висусу, он говорит, что мне никого больше не осталось, мне нужен кто-то, что будет меня просто любить, он сказал, я буду тебя любить, и я буду тебя учить, и если ты родилась царицей, то ты царицей будешь, помните, когда Давид сына Саула инвалиду, который уже подъедал за вельможами, когда Давид Саула дэлу инвалиду, и он, и он его поднял, и он сказал, это царский ребенок, ты царский ребенок, даже если ты сегодня, ну, вообще живешь в условиях не то, что не царских, а даже просто человеку не подъем, ты царский ребенок, ты царский ребенок, Саламон знал, что когда умрет его отец, его братья постараются засунуть его туда, где был этот сын Саула, убить, погубить, осквернить, и что он сделал? Он пошел к священнику, то, о чем говорил Андрея, он пошел к священнику, к учителю, он сказал, что мне делать? Учитель научил, он пошел, принес все сожжение, он сказал, я не знаю, как я буду строить храм Господу, прежде своего дома буду строить, и он это делал, и он, знаете что, он не просил, он не говорил, Господь, Пожалуйста, я сейчас это сделаю, дай мне такой сильный государств, чтобы меня все уважали, Он не те, что, не просил, Диус, я ты литаясь то издарить, и дод мне стипру вару, стипру валсту, Какие чудесные доспехи, чтобы никто ко мне не прикоснулся, Какие священные брюни, чтобы мне не верить, Сегодня они так делают, они окружают себя охраной, Он сказал, дай мне мудрости, А что такое мудрости? Это дух Господа Бога, который поможет стать царственным священством, И служить народу, Стать проводником воли Божьей для народа, Вы понимаете, царственные священники, И царь, и священник, И он приводит Бога для своего народа, Когда ты открываешь свои усты, Чтобы проповедовать, Ты приводишь Бога для народа, Но прежде чем открыть усты, Надо знать, что сказать, Тебе нужна мудрость, А за мудрость надо платить, Вот простая схема, Как стать успешным, Как стать богатым, Как сделать так, чтобы твои дети ни в чем больше никогда не нуждались, И даже если придет время, когда будешь нуждаться, Все преодолев устоять, И Господь тебе позаботится, Сначала была жертва, Писуса Христа, И потом была наша новая жизнь. У нас нет такой жертвы вообще, Никогда и ни у кого, ни у одного человека на этой земле. Чтобы кого-то, Своими человеческими силами Ваши, 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 Миллиардер. Миллиардер. Отдают деньги. Отдод науды. Миллиарды. Миллиардер. Ваши, Свои дети. Атликемии. Атликемии. Атликемия. Атликемии. От рака. И не могут. Я знаю людей в Украине. Очень богатых. Которые все свое состояние спустят. Чтобы выличать ребенка от Ликимии в Германии. И ребенок умир. Это были даже не тысячи евро. А Иисус через свою жертву. Выкупил нас. Выстрадал нас. Плата на нас. Полную цену заплатил на нас. Вот насколько ты опустился, вот настолько тебя Господь выкупил. И сегодня, чтобы войти в нашу судьбу, когда ты жертвуешь, ты должен помнить. Ты не жертвуешь вот эту коробку. Ты не жертвуешь пастору. Ты не жертвуешь, чтобы это здание было. Это твой банк. Для того, чтобы ты вошел в свою судьбу. Как родители платят за детей в университете. Чтобы кто-то стал брачом, адвокатом. Так сегодня ты платишь, чтобы стать царственным священством. Высшая степень. Лучшая профессия. Лучшая профессия. Наиболее высоко оплачиваемая. Я говорю с вами так, как оно есть. Просто откровенно. Потому что я знаю, что каждому из нас это нужно. Потому что давайте будем жертвовать и вкладывать в себя. И потом мы будем молиться. Не за то, чтобы Бог вас дал. Он и так вас дас. А за то, чтобы твоя мышление оно посредством Духа Святого вошло в это состояние реформации. И ты начал двигаться в сторону своего священства. Сколько бы лет тебе не было. Господь говорит, это возможно. Я верю Богу. Потому что я знаю, что Он в моей жизни это уже начал делать. Кто платил цену 20 лет? Кат far сентября 20 лет? Лидия максала 5 лет. Лидия максала 20 лет. Там 20 лет. Ты можешь платить свою цену 2 года. Сколько интенсивно ты входишь в это откровение? Веземешься на это и просто начать делать это. Катаре ты начинаешь это делать? Продолжение следует... 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 что это наша судьба в Иисусе Христе чтобы быть достойными тех обитований и тех благословений которые ты приготовил для нас я прошу, я весь славу свою на жизни каждого человека на взрослых на детей я весь славу в их домах в их финансах Господь, я весь славу в твоем храме я весь славу через устройство я провозглашаю избыта к ваиме Иисуса Христа я разрушаю всякие недостатки я все славу и всякого пожарающему и утерзывающему дьяволу я говорю отдаю назад это финансы финансы принадлежащие Богу финансы принадлежащие богу дьяволу мы мы Будет успевать посредством твоего учения ты сказал, прибудьте во мне и я прибуду вас отец, мы славим тебя мы привозносим тебя мы благо дарим тебя отец потому что мы не сираты потому что мы дети твои потому что мы живем в доме твоем и мы питаемся от твоих столов и что ты ест наш обеспечитель ты ест наш пастор добрый и что ты уже приготовил для нас славичные пожития и тихие воды и что посредством нас и нашим мудрствием и нашим мудрствием и нашим мудрствием которые сошлать тебя према сегодня мы видим нашу землю благославиеной и працветающей и мы благославиеной и мы будем славиться и пользоваться достоянием и мы будем сошли на землю и мы будем сошли на землю Все, что Христос заработал на кресте, я священник, пастер, наследник. Аминь. Мне принадлежит все. Все принадлежит. Все принадлежит. Аминь. Я верю, что если даже сейчас, может, не произошли какие-то перемены в твоей жизни, то через какое-то время это произойдет. Если будешь делать по этому учению, если будешь следовать и будешь делать, я верю, что в следующую субботу в 11 часов ты оставишь все остальные вещи, дела, ты будешь здесь, чтобы свидетельствовать, чтобы взять по человеку за каждую руку здесь и сказать, здесь будут чудеса. Я это пережил, и здесь будут особенные чудеса. потому что будет служить Божий слуга, Божий слуга Алексея Лидяев. Аминь. И берись с собой всех. И молись, чтобы эти особые вещи вылились через пастера Алексея для этого человека. Я молился, чтобы через них вылилась. И выливается. Я получил многие ответы. Они не знают, что они принесли мне, но я... Они принесли мои откровения, чтобы мне напомнить, потому что вчера я получил от Бога. Потому что мне надо вернуться в мои прежние откровения. Если ожидаешь голоса Божий от служителей, через служителей это приходит. Я сижу, и слушаю, и говорю, Бог, спасибо, спасибо тебе. Ты руководишь, ты есть. Аминь. Аминь. Еще одна вещь, что Линда не сказала. Она исцелена. Она в Кулдиге вчера свидетельствовала. У нее было недостаток почек. И подключали уже к аппаратам. Каспар, надо спрекшем. Надо что. Может, это твой день, Каспар. Это проклятие должно закончиться. Лудзам всем. Ловяк, когда мы как-то цепешем, нас лауком. И они отнесут шоу варду, шоу леце. Они свадьются. Ле-Ли-А. Олег. Аккурат славёта. Модички. Пятаг. Сараба. Сиде байклайши сити. Накс тори. Наксах. Накару. Левизна л Saudз. Лардо то, мать отца. Лови, лови, лови. Лови, лови. Лови пар себе, пар себе мальчак, лови лидз лидз. Эши, я висак дарбай, что Диевская сезонний сезонный 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 он что-то. Мечтарь боз, ты рунай ес, рунай ес. Мечтарь боз, ты 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 рунай ес. Ты рунай ес. Мечтарь боз, 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 ты рунай ес. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сила Духа Сила Духа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Когда ты поклоняешься, он ищет, он ищет, он ищет, он ищет. Как они подросли, надо какую-то конфету дать, не так? Ай, слава Богу. Уже почти три часа. Уже надо было дома быть, не? Радуйся, что Бог так долго с тобой здесь есть. И он до сих пор работает. Амэн. Амэн. Я хочу сказать большое спасибо слушателям. Я хочу сказать, что я не знаю, что они там еще не были. Мы отвезем их туда. Это, ну, виды. Ленберга Куте. Откуда можно видеть весь город видна? Лучше, лечит штифы. Лечит вам сочетать не весь день. Пусть это... Та релка, это поможет вам вспоминать не только эти дни в Венспилсе. Лучше, лечит вас. И чтобы вы молились и благословляли нас так же. Амэн, да? У нас не много дименей, мая, маленьких пусть. И какая конфета для маленького мальчика тоже? Аплодисменты. 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 Продолжение следует...